Западные СМИ и аналитики активно заговорили о надвигающемся урагане на финансовый рынок США и в целом на экономику. Раньше они писали про сгущающиеся тучи, но после введенных санкций, эффект которых почувствовали на себе сами, прогнозы ухудшились. И радоваться, конечно, тут нечему, ведь вслед за кризисом в американской экономике может начаться кризис и во всем мире, и Россия тут не будет исключением. Что же делают власти РФ? Да, в общем-то, ничего. И так сойдет. Своим мнением о ситуации с накануне ТВ поделился экономист Валентин Катасонов. Начали санкционные войны, жесткие вступки и отмечения запрещены, а теперь опять начинают спускать на тормозах. По-прежнему работаем с токсичными валютами. Непонятно, зачем мы вводим природные ресурсы, получая за них токсичную валюту и непонятно, где их прятать. Центральный банк не желает принимать эту валюту. Конечно, все банки российские тоже этого боятся, как черт лады. Поэтому, значит, предлагается отставлять валюту за рубежом. Ну, то есть, все признаки того, что у нас не правительство, а какая-то колонийная администрация. Конечно, вы посмотри, что они делают. Спрашиваются, зачем вы в два раза больше выводите, чем покупаете. Вы что, это самое, эти сплаты, что вы поставляете? Ну, если вы в колонии поставляете. Завтра, послезавтра, по заседаниям комитета по операциям на открытом рынке ФРС, они будут принимать решение по ключевой ставке, как минимум на две ступеньки поднимут. Там есть даже версии, что может быть на две ступеньки такого вообще никогда не было в истории ФРС, чтобы на две ступеньки на сетках боевских пунктов. Какой тема шапсидов. Понятно, что Байден ориентируется на американского обывателя. Вот американскому обывателю. Не нравится, что инфляция. Вот показатель инфляции за май. Вообще рекордная. Закрабляло сейчас с первого года. Такого не было более 40 лет. Ну, а у Байдена сейчас одна мысль. Не проиграть сухую промежуточные выборы. У демократов и так там очень слипкое преимущество. Вот. Так что сейчас он вынужден подыгрывать, потакать вот этим 7-минутным настроением населения. 15 кризис тогда, 2007-2009 года. Начался в Америке, а потом переключился и на весь мир. А так было и в 1929 году. Биржевая паника общая на 29-го года. Потом на американскую команду, а потом на Европу. На весь мир, кроме Советского Союза. Есть некие настроения, но пока эти настроения, они никак не повлияли на политическую настройку. То же самое, Силанов, как идиот повторяет одни-хер слова. Нам могут опустить инвестиционный кредитный рейтинг, если мы там допустим дефолт и будем оплачивать в валюте обязательства по нашим европейцам. Ну, бред какой-то. Вы или воюете, или вы по-прежнему хроняльная администрация. С примером, Силанов, и Мишустин, и Намиулина, они все играют по правилам, которые нам были, наверное, 30 лет тому назад. Они просто даже не понимают, что могут быть какие-то другие правила. Они тупые исполнители, понимаете? Тупые исполнители. Они не те люди, которые в состоянии перестраивать эту систему экономики. Они просто даже не понимают. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok